так друзья всем привет я нахожусь в калининграде значит прилетел в москву выхватил дешевые билеты сюда на самом деле не собирался 3300 получились мне билет туда-туда обратно но естественно не только из-за билетов я прилетел давно хотел здесь побывать в калининграде на этой земле на побережье балтийского моря я нахожусь здесь уже где-то дня три уже по прибрежным городам здесь покатался на косу съездил такая разная у нас страна в томске одна природа здесь другая томске бурундуки пищат здесь яблоки он растут виноград как сегодня видео растет просто невероятные эмоции испытывал морской музей тоже подводная лодка по кораблям полазил среднем раз в четыре дня лодка должна всплывать в надводное положение чтобы обеспечить движение под водой но я был бы не я если бы я не поехал на местный авторынок и не узнал чего здесь да как город так скажем область калининградская отстранена от всей остальной россии как отсюда пригнать тачку сколько здесь стоят машины на каких машинах здесь ездит откуда сюда пригоняют все это будет видео не переключайтесь блин почему все авторынки так далеко находятся в городах чуть ли не часто доехал новосиби тоже кстати там на ошибе практически уже на границе там с областью так но по аналогии с новосибом рядом здесь вот за мной авторынок такой запчастей всяких аксессуаров так вот пола механика двенадцатый год 360 я туда попал или нет что-то здесь вообще маловато машин логан 15 год механика 345 так ну вот такой санта-фе миллион 875 2 и 2 турбодизель 60 тысяч пробег короче я спросил там еще в стороне есть еще вроде какой-то авторынок большой вот этот рынок он даже не отражает автомобильную ситуацию на дорогах которую я вам расскажу чуть позже мои наблюдения так скажем а точно вот оно то что я искал сразу колоритный персонаж местных дорог audi 80 или это сотка даже они похожи 205 тысяч рублей 92 год слышен характерный дизельный звук здесь то есть дизеля популярно ну как бы отголоски европы так скажем вот такая машина вообще не первый раз так увижу рено сан-фрейн сколько стоит такая интересная 159 тысяч двенадцать седьмой год типа авенсиса что-ли на механике ну и наверно тоже дизельная да не бензин здесь так вот по это побольше движуха побольше вот допустим ford мандео механика четвертый год двести восемьдесят пять тысяч седан вот более попсовая в наших краях экземпляр nissan x-trail седьмой год двухлитровый полный привод пятьсот шестьдесят пять обратите внимание вот написано на россию а это мы чуть позже изучим что значит на россию он патрон смотрите какой раптором покрыты 308 дизель механика туарег на механике пятый год отличное состояние гайки интересно кашкай кстати вот из питера на россию написано семиместная удлиненная версия плюс два был у меня рестайлинговый такой полин долго его продавал пятьсот семьдесят пять тысяч ну соответственно двушка полный привод кожаный салон вот это у них болячка с этой с крышечкой за нее все дергают и отламывают у меня также было легендарный мерседесик цвет такой интересный партишки обслуженность что тут мы любим получается дизель трехлитровый механика сто пятьдесят девять тысяч рублей год уже неважно какой тут уже главное состояние таких машин интересных тоже кстати я заметил очень много женщин здесь даже на таких ездят салон дерево все как надо так вот такой интересный экземпляр называется seat altima десятый год 495 тысяч вот дизель механика опять же у нас вот таких машин вообще нету даже наверно в москве таких машин нету очень редко ну кстати ничего такой универсал достаточно симпатичный но необычный дизайн правда смотрится прикольно необычно механика дизель как всегда машина из москвы здесь тоже видел варианты skoda fabia автомат написано настоящий шестой год автомат россии ну если она из питера привезена обратно можно увезти то есть тормозные барабаны здесь тоже так обрабатываем серебром яблоки вкусные здесь а сейчас посмотрим сколько все это удовольствие стоит для ребят добро пожаловать 50 рублей и день в будни суббота 200 самый дорогой день а сегодня суббота как раз у нас воскресенье 150 рублей день абонемент на месяц соответственно в районе 2000 рублей стоит как вам такие цены считаете адекватно на сегодняшний день в 2020 году в октябре месяце но это я так понимаю все таки авторынок то есть это не автосалон какой-то там и пароль с там или еще что то это именно конкретно авторынок все как мы любим еще с тех времен но если честно я скажу контингент ребята там продают но видно что как бы вот они занимались этим можно сказать всю жизнь там занимаются и и вот до сих пор там стоят не перестроились под какую-то какие-то новые схемы новые бизнесы короче авторы на хоть он и есть но можно сказать вымирает и по городу также много автосалонов соответственно официальные дилеры неофициальные дилеры это все здесь есть ну окей рынок посмотрели теперь допустим иногда попадаются в объявлениях да когда смотришь по всей россии очень выгодные варианты из калининграда из калининградской области город советском и так далее здесь вот местные все города по растаможки есть варианты на россию есть не на россию который на россии растаможен это значит что машина уже зарегистрирована как минимум с 2001 года на территории калининграда и у таких тачек вы уплачены все пошлины если же машина до 2000 включительно была зарегистрирована первый раз вот здесь калининграде тогда при перевозке на большую страну так сказать на большую россию придется уплатить все таможенные пошлины как будто из-за границы завозишь если больше чем на два месяца вывозишь эту тачку из калининграда с этим более менее разобрались теперь как же если ты купил даже машину все ты понял что она тебе нужна как ее доставить транспортировать допустим в москву есть три основных маршрут это через литву и белоруссию это через литву и польшу и это через литву и латвию я так понял самый простой вариант по оформлению это через беларусь то через литву самый сложный но это опять же начинается эта виза это страховка green card и так далее то есть там целый ворох бумаги еще есть вариант на пароме до питера получается что-то в районе 17 тысяч за машину и и за каюту где-то в районе пятака то есть получается ты будешь путешествовать в каюте твоя машина на пароме ну блин романтично принципе но за такие бабки конечно блин не знаю если конечно какая-то машина уникальная типа шишиги ну хотя не знаю короче надо смотреть но если уж совсем уникальный случай тогда может и стоит заморочиться в принципе поэтому и так мало машин на калининградских номерах в том же там в москве этом или в новосибирске очень мало стоимость проезда 24 рубля язык забыл засунуть через это торчит не офигеть еще больше вытащила кошка потому что не травма да нет все нормально у нас все хорошо ладно отдыхай именно по трафику на дорогах по машина на дороге у меня большое удивление как бы ну и вообще большое отличие от допустим машин новосибирска ну с новосибирском основное отличие это что правого руля нет совсем здесь очень много еще машин старых немцев то есть пассат быт какой там бы 4 на конец 80-х начало 90-х годов audi бочка audi сотка вот такая последняя уже которая селедка и ну и причем это если у нас это как исключение появляется то здесь это как ну на повседнев то есть женщины ездят на таких машинах гольфы вот эти старые у поглазики ну бэйбэхи принципе еще даже три четверки у нас есть их прям не то что все такие машины здесь но достаточно много и здесь и здесь это обыденная вещь вот архитектура смотрите вот где так понимаю новостроечка в таком стиле много и панельных хрущевок вон обычная хрущевка есть и повыше и старый фонт и кирпичный старые дома но в основном вот смотрите даже стоят две свежие тачки и гольфчанский или это джета старая то есть универсал и вот эти майя как я люблю бмв тройка универсал там джета универсал и есть машины вот как на авторынке допустим которых я вообще первый раз даже вижу они как бы редко встречают но они встречаются вот такой крутой видос получается я надеюсь мало будет тех кто напишет что ни о чем конкретно видос о чем надеюсь вам было интересно пишите кто местных только ленинградцы может я что-то упустил напишите кстати какой у вас сайт самый популярный по продажам машин то есть дрома 2 авито юла там что что юзаете вообще по умолчанию потому что рынок как мы видели уже доживает свои дни вот живой пример стоит красопед прям конечно он по это крашеный может где-то некачественно если присматриваться хотя нет даже нормально там жемки какие-то есть но тачка вообще просто видно что на ней ездят значит из покрытия автомобильной дороги здесь есть улицы из брусчатки я вот так подумал что в принципе это прикольно да вот так приезжим посмотрел обрусчатка там даже проехался но тем кто постоянно на повседнев двигается по этим дорогам по брусчатке мне кажется именно не очень нравится ну что все равно подвеска то ушатывается куда более чем по асфальтику да